Смотрим, тут все исправно, прежде чем вставить, надо все проверить, конечно, ну, в смысле, прежде чем включить. Все зажато, вставлено, опа, не проворачивается. Значит, если не проворачивается, то, как правило, две причины. Первая, до такой степени закорродировали подшипники в этой части, что не дают провернуться. И второе, у этих ручек более распространено, расплавлен ротор. Сейчас посмотрим. 35-е, 37-е, широко они пользуются хорошей популярностью. То есть ее можно к вам смело нести, да? Да, конечно, все запчасти к ним есть. Мы специализируемся на марафонах, и стронги ремонтируем к нам, и китайские стронги ручки несут, и корейские. А как отличить китайский стронг от корейского? Ну, вот, если вы мне покажете, я вам покажу. Водители всех бормашин, и марафон, и стронг, они рекомендуют не вставлять цангу открытой, либо закрытой, без насадки. Обязательно должна быть какая-то насадка внутри. Либо вот тест-бор, так называемый, либо любая насадка. То есть, должна быть вставлена и закрыта. То есть, верхнюю часть откручиваем. Вот, не сняли. Проворачивается, хоть с большим трудом, но проворачивается. Здесь, кстати, тоже придется подшипники менять. Вот, видите, ржавое все. Все ржавое. То есть, оно было в жидкости, во-первых. Во-вторых, пытались смазывать, это категорически запрещено. Видите, смазка. Категорически запрещено. Почему? Потому что подшипники высокооборотистые, до 30 тысяч оборотов. Вот, смазка здесь нужна, специальная смазка для высокооборотистых подшипников. Оно у вас есть в продаже, да? Есть, да. Есть специальные фирменные от NSK. Там, ну, много фирменных смазок. Вот, это во-вторых и в-третьих. Смазать надо очень дозированно. Потому что, если будет много смазки внутри подшипника, то будет выдавливать защитные пластины с двух сторон. Вот, видимо, заржавело, попытались смазать. Ну, вот видите, тоже ржавчина. Вот, значит, дело не в этом. Значит, дело в роторе. Сейчас будем разбирать. Немножечко протарем смазку, чтобы еще больше не навредить. Сухой остаток сейчас будем вычищать. Ну, много всяких щеточек существует. Ну, самый простой, вот, как расходник. От зубной. Сейчас можно Уровень щеток посмотреть Щетка нормальная Но вот виден небольшой нагар По краям Это говорит о том, что Работала под большой нагрузкой Из крила Это естественно, так как шпиндель с трудом Проворачивался, идет Потребление Ток большой идет И поэтому Щетки запасные тоже у вас можно приобрести Да, все есть запчасти Вот винтик неродной стоит Поставим нормальный Щетка получше Щеточный узел я снял Сейчас достаем Снимаем Заднюю часть Вместе с ротором Вот ротор Вот видно внутри масла Видите там шайба Оно все промасленное Проходимо ротор Вытащить, проверить Подшипник Вот иногда легко Достается Иногда Как сейчас сложно Для этого есть специальный Приспособа Специальный Выбивает подшипники Под разные диаметры По миллиметру Специально точным ударом Специальным молотком Мини кувалдой С двумя специальными ударами Да, только слегка Потому что Все тонкое, нежное И все это ради того, чтобы промыть в бензине Правильно я понимаю? Нет, нет Не только Во-первых, мы проверим подшипник Отдельно Как он вращается Во-вторых При больших нагрузках Вот этот нагар возникает Мы его сейчас будем удалять Этот нагар Чтобы щетки нормально работали Ну и, конечно, этот подшипник Еще будем проверять И все Протрем все Обезжирим бензином Калошей Ну, калоши сейчас в дефиците По-моему, только ухи делают У меня рязанская галоша Конечно, хуже намного Но пойдет Материал Чтобы не было лишних кусочков ниток Ворса и так далее Этот нетканевый Нетканый материал Очень удобный Дешевый А про промывку можете что-то сказать? Сейчас скажу Значит, раньше закупали специально Нетканый материал фирмы Дюпон Еще до того, когда появился вот этот нетканый И он был очень дорогой Им стекло протирали Запчасти все эти Сейчас, конечно, намного проще Берешь нетканый материал Берешь бензин Рекомендую калоша Который сделан по ГОСТ Ну, калоши сейчас везде распространено В принципе, тоже пойдет Подшипник свала Аккуратненько Ну, не всегда легко он сходит Когда руки умелые Все получается быстрее Теперь Зашкурим Вот этот нагар удалим Коллекторный Да, на коллекторе Еще что-то видно негативное в нем? Или все вроде хорошо? Ну, вот видно, вот видите, вот потертости Мы сейчас в бормашине Немножко снимем вот эти потертости Это выпуклости Вот они уже притерты Но мы их сейчас с запасом занесем Вот еще часто бывает, когда Полученный шум В районе микромотора В районе двигателя Бывает, что Вот эти вот отверстия балансировочные На заводе балансировку делают Высверливают Бывают круглые А бывают продольные проточки Завесенятся по краям И вот они Или отваливаются Или начинают задевать за магниты Которые вот Два магнита Вот они Видны Задевают Либо шум Либо отваливается Начинают вообще Подтормаживать на малых оборотах Такое редко Но бывает Такой шкуркой Лучше коллектор дать чистить? Да, слегка Ну, чтобы Как можно меньше царапин было А так он Только нагар снимает А даже Как бы Слегка Заполировывается Если там уже было что-то У меня есть специальное устройство Где там Вставляется Вращается 20 секунд В одну сторону 20 секунд В другую сторону Таким образом Шлифуется Но я просто покажу Как это вручную Можно делать Но все-таки Лучше приехать К мастерам Сдать прибор Это будет И быстрее И качественнее Ну, конечно Ну, просто Если где-то там Человек сидит Грубо говоря В тайге А рядом нет Цивилизации Какой-то Либо еще Какие-то причины Есть То Можно попробовать Отремонтировать Таким образом Вот видите Сейчас продуем Обезжирим Все И будем собирать Эту посадку Под подшипник Да? Да Ну и магниты На них тоже попало Немного Самое главное Посадка под подшипник Там То, что рядом Ну, заодно Все остальное Слегка Осталось Чуть-чуть На ней, да? Чистенько Нормально Обезжиривает Очень хорошо Бензин Какой есть Бензин Самый лучший Ну, как правило Калоша Лучше Он и Пахнет Не так ядовито Более чистый Ну, для Повторяю Для наших целей Вполне Ну, если нет Калоши То Галоши Вот этот Например Нижегородский Ну, вполне Приемлемо Вот Высыхает Почти Почти Без Почти Сухой остаток До этого Работали Несколько раз Брали Рязанский Попадался Отрицательный опыт Никогда не возьму Что-то там Запахи Непонятные Ацетоном Пахнет Пластмасса Плавит Может быть Нам так Не повезло Ну, в общем С Рязанским Мы больше не работаем Все, достаточно Места возможных Зацепок Я правильно Попадал? Да, да Тут матовость Была И немножко Выпуклая Она Рассматывает Значит Подтиралась Об корпус Высшего уровня Немножко Снял Эти щетки Вы рекомендуете Новые Или все-таки Прежние Ну, хоть они Работали под большой Нагрузкой Но никаких Видимых изменений Нет Обычно Когда перегрев То вот эта вот Пружинка Она цвет меняет Ее сразу видно Что она Потому что Графит Он держит Высокую температуру А пружинка Нет И сразу видно Что она Потемнела И потеряла Укова Здесь нормальная Ну и к тому же Нагар небольшой Вот на дно И мы сейчас Просто обезжирим И поставим На место Родной винтик Нашли Да Хороший Винтик У нас все Запчасти Есть Уже Официальные Проставщики Продукции У нас Прямые Поставки Завода Самое главное Что навыки Есть Длительного Ремонта Этих вещей Двуже Лет 15 Ремонтируем Все Обезжирили Собрали Зачистили Зашкурили Продули Протерли Сейчас проверим Здесь Все Почистено Пыль Накапливается Здесь Вот Щетки Стали На новом Место Поэтому Сейчас Немножко Будет Шумновато Немножко Поработает На малых Оборотах Притрется А мы Пока Займемся Дальше Тем не менее Шум Заметно Ниже Металлическая Вот там Все в масле Кроме того Что там Напил 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 То еще И в масле Все То есть Лучше всего Масло Использовать То Которое Вы рекомендуете Нельзя Вообще Смазать Нельзя Потому что Вы смажете Будет Немного Лишнего На это Все Весь Опил Накапливается Начинает Как абразив Работать Единственное Что можно Смазать Это Вот Вот Этот Плоский Подшипничек Втулочка На нем Вращается Здесь Чуть Чуть Можно Смазать Густой Смазкой Чуть Четверт Каким Да Любой Любой Хоть Цинковый Хоть Литов Любая Просто Здесь Маленькие Шарики Они Протачивают Борзды Вот Их Даже Видно Борзды Чтобы Этот Дефект Уменьшить Просто Чуть Чуть Соверш Прям Совсем Капелюшку На эти Какой Смазкой Вы Порекомендовали Это Делать Да Любой Без Разницы Тут же Особо Нагрузки Нету Скорости И температуры Нету Поэтому Любой Просто Чтобы Шарики Не протачивали Чтобы Они Немножечко Вращались Любой Густой Смазкой Входь До Вазелина Да Но Чуть 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 Приходим Теперь К шпинделю Собственно Зачем Все И Случилось Сейчас Снимем Этот Стопорное Колечко Здесь Наверху И Все Это Разберем Будем Протирать Обезжиривать Подшипники К замене А вот Эти Латунные Детальки Просто Протрем Все Отступаем На Форумах Иногда Читаешь И Отвечаем Что Нибудь Вот Иногда Попадаются Такие Комментарии Там Ой Девочки Вот Я Смазал Свои Подшипники Машинным Маслом Ой Так Теперь Хорошо Работает Прям Забот Не знаю Я думаю Как Так Возможно Ну Подозреваю Что Это Сервисные Мастера Пишут Чтобы Через Неделю Принесли Подшипники Неисправную Бурмашину К замене Всех Подшипников Ну Женщины Ради своих Можем Очевидно Стараются Немножечко Да Мужики Сами Везде Зарегистрированы Клиентов Надо Как Шиномонтаж По дорогам Шурупы Разбрасывают Саморезы Нерадивы Мастера Совершенно Недопустимо Ржавый Масляный Передний Да Ох Вот это Да Это Приржавел Чувствовал Человек С водой Работал Да Или с кислотами С какими Или с щелочами Что-то было Ну Такое Часто Бывает Когда Дамы Ну Это В нашей По нашему Направлению По маникюру Педикюру Дамы Опускают После работы Ручку Дезинфицирующий Раствор Утром Приходят Достают Отряхивают Работают Потом Приносят Чего-то Работать Перестало Как правило После первого Раза Все нормально А вот Потом Уже Через Какое-то Время Проявляется Сейчас Немножечко Ржавчим А чем это? В-40 Или? Ну Типа Да Керосинчик Не Тут Типа ВД Подороже Средство Оно Для Зачистки Электрических Контактов Также Подходит Там Лукисты Кислоты Снимает Есть Специальный Ключ Насадка На дрель Самодельная Это Заводской Ключ Это Заводской Цангу Выкручивать Да То есть Вы Выкрутили Ее Да Хотим Добраться До Цанги Подшипник Типа ВД Смазали Так Раскисает Не слазит Посмотрим Что у нас Цанга А цанга У нас Тоже Ржавая То есть Не вылазит Даже Она должна Свободно Ходить Вверх Низ Тоже Водичка Попала Ну да Раз Это Большая Вертность Будет Коррадировать Что и Получилось То есть Все Это Надо Замочить Или Смазкой Этой Нет LM40 Мало Быстро Не разъест Потому что Цанга Она длинная И там Как правило Контакт Тоже Большой Длинный Сейчас Попробуем Ну Несколько минут Подождем Если Эффекта Не будет Придется Замачивать Получилось Да ВД Заработал Подлежит Замене Значит Два Подшипника Стопорное Кольцо Значит Это Стоит Замена Двух Подшипников Стоит 1500 Рублей Но Так Как Здесь Еще Была Не Просто Чистка А Чистка Отложения От Ржавчины Коррозии То Это Еще 200 Рублей Значит Ремонт 1700 Удалось Немножко Растворить Ржавчину Все Разобрали Заменили Подшипники Да Где-то Полчасика Вот Ну Конечно Хорошо Было После Этого Погонять Немножко Прогреть Подшипники Прокатать Вначале На малой Скорости Вот И постепенно Увеличиваю Ну Хотя Б Минут 20 Качественные Подшипники Тоже Требуют Обкатки А Как Отличить Китайский Стронг От Корейского Ну Вот Если Мне Покажете Я вам Покажу В чем Отличие Вот Этот Конкретный Стронг Этот Конкретный Нет Это Марафон Да Это Марафон Вот Ну По качеству Исполнения Похоже Что это Родной Корейский Вот Еще Откроем Посмотрим Ну Вот Так По По качеству Изготовления По Зазорам Похоже Что это Родной Корейский Заводской Марафон Все Собрали Все Работает Как Новая Итоговая Сумма Итоговая Сумма Полторы Тысяч Стоит Замена Подшипников Плюс Чистка Ручки И 200 Рублей Дополнительная Чистка Эти Эти Два Подшипника Либо Ротор Либо Еще Что-то Либо Даже Цанглав Заменили Все Родной Притиратель Здесь Вращение Сдвигали С места Немножко Подвинуто Поэтому Требуется Обкатка Ставим На Минимум Включаем И Потихонечку Начинаем Добавлять Оборота Ну Скажем Так Вот Примерно Так Вот До Десяти Дошло Сейчас Поработает С Полминутки Минутку Еще Немножко Добавляем Где-то На Двадцати Вольтах Примерно Надо Будет Чтоб Они Отработали Ну Вот Эти Конкретно Подщипники Ну Минут Десять Должны Отработать Потом Выключаем Ставим Реверс То есть Вращение В обратную сторону И Все Повторяется Точно Так Примерно Таких Оборотов Минут Десять Должны Поработать И Трогаете Если Идет Нагрев Обороты Необходимо Снизить Как только Нагрев Исчезнет Так Опять Добавить Обороты Таким Образом Правильно Обкатанный Микромотор Будет Служить Вам Еще Долго Не Забывайте Периодически Проводить Чистку А Лучше Все Это Сделать В Акционе Да Приехать Да Не Всех Есть Возможность Приехать В Акцион У нас Со всей России Из Беларуси Заказываются Казахстана У них Нет Возможности В Ближайшую Мастерскую Обратятся И Почистят А Кто Москве Конечно Лучше Сюда Потому Что Мы Ведем Паспорт Изделия Отмечаем Когда Была Чистка Современная Чистка Гарантия Сохраняется Здесь Ручка Не чистила Что Там Уже Вопрос О Гарантии Остается И так далее Много Немного Самое Главное Современная Чистка И уход То есть Накусина Приехали Да Отдали Компания Апцион Апцион И Через Кое-то Время Свои Машинки Получили Как Новенькие Ну У нас Есть Срочный Ремонт Апак Да Принесли Сдали Пару дней Забрали Ну Прошло Минут 15-20 Где-то Значит Мы Скорость Убрали До Нуля Теперь Переключаем На Реверс И То же Самое Превращение В обратную Сторону Вначале Небольшие Обморота Полминутки Минутку Поработает И потом Добавляем Вольт До Двадцати И еще Поработаем Минутки Проверяем Все время Откатки Несли Нагрева И холодное Абсолютно Все нормально Прошло Около 20 минут Ручки Холодные Все нормально Шум Еще Снизился То есть Почти Причерлись И так же Добавляем Скорость Выключаем И Ручки Готовы К использованию Благодарю За Качественный Ремонт Фирмы Оптим Пробы По кварцевой Группе По Агату Сейчас Выставлены Небольшие Обороты От поддержки Крутящего Момента На Втором Делении То есть Сейчас Что Произойдет Я сейчас Буду Работать Чем сильнее Буду Нажимать Тем Обороты Будут Увеличиваться Вместе с Крутящим Моментом Обратите Внимание Чем сильнее Нажимаю Чем Обороты Больше То есть Можно Так Регулировать Нажатием Скорость Вращения Очень Удобно Хороший Алмаз Плюс Этот Уникальный Блок Творит Чудеса Буквально Как на щетки Влияет Вот такой Режим И набор Машин В целом Ну да Дело в том Что когда Например На обычном Блоке Питания Выставляешь Нужные Обороты И Начинаешь Обрабатывать Изделия Будущее То Происходит Торможение Естественно Да А при торможении Блок То есть Идет Больше Нагрузка Через Щетки Они Начинают Искрить Идет Нагрев Ротора Нагрев Щеток За счет Того Что идет Больший Ток Здесь же Поднимаем Напряжение И увеличивается Ток Такого Не происходит Я думаю Происходит Экономия Щеток Износа Износ Будет Замедлить То есть Меньше Нагрузка На щетки Марафон Чуть Дольше Прослужит Да Ну Для камнереза Вот Это Наверное Слабовато Есть 35 Ручка Большая Большая Крутящая Момент Для мелких Изделий Вот Это Идеально Для Глиптики Да Для Да Дойдет Мелкая Детализация Потому что Легенько Удобно 35 Ручка Она Потяжелее Помощнее А подшипник Как там В 35 Извините Одинаково Что здесь Четыре подшипника Что там Четыре подшипника И размер Такой же Да Нет Чуть побольше Она чуть-чуть Побольше Чуть-чуть Потяжелее Вот Ну Там тоже Носик Такой Сделан Тоже Удобный В отличие От 37 Которые Мы Не Поставляем Там Тупой Нос Держать Ее Неудобно У Наш Ручек 20 Компактные Небольшие Красота Впрочем Должно Ну Надо Ее Конечно Смачивать Это я Так Чтобы Хорошо Было Видно Пропил Вообще Алмаз Любит Хорошее Охлаждение То есть Он из фальжа Будет Резать Правильно Ведь Да Будет Резать Смачивать Вообще Рекомендуется Не Перегревать Алмаз Будет Служить Долго Вы Хотите Еще Про Одну Машину Рассказать Да Ну Для Сравнения Еще Тоже Хорошая 35 Так Назваем Угу Отличие Вот Этой То Что Она Более Мощная Такая Более Серьезная Вибрация Поменьше Шум Поменьше Носик Так же Очень удобно Держать Работать Что Камнерезом Что Маникюр Педикюр У нас Берут Все Очень удобная Машина Ресурс У нее Очень Большой Также Легка В обслуживании Легка В ремонте Не дай бог Конечно Чистить Ее удобно То есть Мастер После работы Может В конце Работы Открутить Почистить Продуть Ничего Сложного Как бы Здесь нет Победусь В мастерской То есть Пылесосом Да Пылесосом И ткань Щеточкой Любой Начиная От самой Простой Зубной Щетки Например Старую Щетку Не выбросили А использовали Потому что Опил Накапливается На подшипниках Проникает Внутрь Потом И ресурс Резко Сокращается Подшипника Вот так Вот у нас Простая Удобная А момент Сильно Отличается От 20 Да Заметно Заметно Меньшается Крутящий Момент Ну Вообще Серьезнее Здесь Корчатка Также Превращение Создает Тягу Охлаждает Сама себя Ну Здесь То же самое Здесь Просто Сам ротор Такой Более Серьезный Отличная Ручка То есть Мы Очень Давно Работаем С ними Претензий Нет Тканная Основа Или Войлок Не Войлок А Пух Из Пуха Как он Называется Пухов Фетр 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 Так Потом Я уже С обычным Блоком И смогу Работать Уже К этому Так Привыкаешь Так Это Удобно Вот Камнерезы И говорят Что Сделай Еще Партию Сейчас Еще Сделали Партию Таких Очень И чувствуется Громадный Запас По мощности Наверняка И блок Не перегревается От этих Нагрузок Вот Вот Уже Близко К зеркалу Еще Немножечко Полирнуть И будет Лучше Чем Было Ну да Просто Это Полежало Какое-то Время Вот Видите Уже Прямо Зеркало Все Видно Вокруг Благодарю За Комментарии Практика